Всем привет! Вы никогда не задумывались о том, сколько цен у товара должно быть в магазине? Ответ не так прост, как вам может показаться. Давайте попробуем разобраться. Понятно, что обязательно должна быть цена для розничной продажи. В простейших решениях для небольшого бизнеса, вроде 1С касса, такая розничная цена у товара одна. Просто и понятно. Открываешь карточку товара и видишь цену. А если вам захочется, чтобы в разных магазинах и разных каналах продаж цены на один и тот же товар были различными, тогда вам на помощь придут более продвинутые товароучетные решения 1С-розница, 1С-УНФ и 1С-управление торговлей. Конечно, это расширяет ваши возможности гибкого регулирования ценовой политики. Но и управлять всем этим хозяйством становится гораздо сложнее. Появляются различные типы цен, которые в той или иной ситуации применяются к товарам или к группам товаров. Разобраться с непривычки будет не так уж и просто. Ну ладно, с розничными ценами вроде понятно. На очереди цена для продажи товара по какой-нибудь акции. Со скидкой. Вы спросите, а зачем она нужна? Особенно в малом бизнесе. Ведь если захочется объявить скидку, достаточно просто снизить розничную цену товара. А потом снова поднять, когда акция закончится. Можно и так, но это очень неудобно. Потом вам будет сложно разобраться, что за цена стоит у товара. Она уже со скидкой или еще нет? Поэтому, начиная с релиза 3.0.4 в 1С-касса появилось новое свойство товара. Цена по акции. Теперь сразу видно, какие товары сейчас продаются со скидкой, а какие по обычной цене. Да, и завести или убрать скидку теперь стало проще. Выделяете нужные товары и назначаете. Ну а в более сложных товароучетных решениях 1С, таких маркетинговых акций и товарных скидок в системе может быть большое количество. Скидки по времени, по дням недели, скидки с условиями. Например, купил два товара, получи третий бесплатно. Фантазии нет предела. Но вы сами знаете. А какая еще цена нужна товару? Вообще-то, полезно знать и закупочную цену товара. Если в системе хранится информация о ценах закупки для каждой партии товара, то легко можно посчитать валовую прибыль от продажи. 1С-касса – это программа попроще. Поэтому учета по партиям товара там нет. Предполагается, что прибыль быстро и точно можно посчитать, например, в программе 1С-бизнес-старт. Которая справится с этим гораздо лучше и без труда, к тому же синхронизируется с 1С-кассой. И тем не менее, закупочная цена, как свойство товара в 1С-кассе, все-таки есть. Но сделано это не для расчета прибыли, а для того, чтобы понимать, какая используется товарная наценка. Говоря проще, чтобы случайно не продать товар дешевле, чем вы его купили. Программа следит за розничными ценами и предупредит, если новая партия товара досталась вам дороже, чем цена, по которой вы этот товар продаете. Закупочная цена в 1С-касса чаще всего устанавливается по последнему документу закупки. И отталкиваясь от нее, удобно назначать розничную цену, цену по акции и еще один вид цен. Минимальную цену. Кстати, о минимальной цене. Она тоже появилась в 1С-касса, начиная с релиза 3.0.4. Тут дело в том, что в новом релизе появились не только ручные, но и персональные, а также накопительные скидки. А ведь наценка на товары бывает разная. И как бы так ни получилось, что со скидкой товар будет продан себе в убыток. А еще государство регулирует минимально допустимые цены на некоторые товары. Например, на алкоголь. Поэтому пришлось добавить еще одно свойство товара. Минимальную цену. Дешевле нее товар не может быть продан. Ни при каких обстоятельствах. Какие бы скидки не применялись. Назначить минимальную цену нетрудно. Можно даже сразу на все товары. Например, приравняв минимальную цену к закупочной плюс 10%. Теперь вы можете быть уверены, себе в убыток вы торговать не будете. Мы постарались сделать наше решение как можно более удобными и простыми. Но в то же время дать даже небольшим предприятиям достаточные возможности для удобного управления ценами. А цен, как вы теперь знаете, может быть довольно много. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся.